План Запада по полной изоляции России из мирового спорта потерпел сокрушительное фиаско. После того, как МОК и другие мировые спортивные комитеты стали отстранять русских от соревнований, болельщики со всего мира уже потеряли надежду увидеть любимых российских звезд спорта на мировой арене. Но не тут-то было. Наплевав на санкции Запада, Россия приготовила жесткий ответ, который заставил всех недоброжелателей буквально рвать на себе волосы от волнения. В Казани стартовали игры будущего, международные соревнования, которые не имеют аналогов в мире. На игры прилетели спортсмены со всего мира, из Европы, из Северной и Южной Америки, Китая и многих других стран. Тем самым Россия дала смачную оплевуху тем, кто уверял, что никто из иностранных звезд не будет участвовать на международных соревнованиях, которые устраивает Россия. О том, как МОК был оставлен неудел, расскажем в этом видео. Но перед этим просьба подписаться на канал и поставить лайк под этим роликом, чтобы всегда оставаться в курсе самых острых и актуальных новостей. В городе Казани стартовали всемирные игры будущего. За призовой фонд в 10 миллионов долларов будут бороться команды из различных уголков планеты. Игры будущего – это масштабное спортивное событие на стыке спорта, киберспорта, науки и технологий, основанное на концепции фиджитал. Другими словами, фиджитал игры объединяют в себе классический спорт и киберспорт. Таким образом, этакое двоеборие позволяет проверить навыки спортсменов в двух разных измерениях. Расскажем, как это выглядит на примере футболом. Сначала команды играют в футбол на игровой приставке, а после этого сыграют в реальный футбол. Голы складываются, и вот он, итоговый результат. В подобном формате проходит не только фиджитал футбол, но и хоккей, баскетбол, единоборство, гонки, шутеры и так далее. В мире такого еще никто не делал, и это, конечно же, разозлило МОК. По мнению МОК, эти турниры нарушают резолюцию ООН, в которой говорится, что спорт должен быть независимым, и крупные мероприятия должны проходить в атмосфере мира, взаимопонимания, дружбы, толерантности и недопустимой любой дискриминации. Забавно, что комитет ссылается именно на эту резолюцию, явно забывая, что сам неоднократно пренебрегал ею в своих решениях по России. Всем международным федерациям рекомендовано не участвовать в этих соревнованиях. Каждой федерации следует не включать такие мероприятия в международный спортивный календарь и не признавать результаты спортсменов на этих мероприятиях, говорится в заявлении МОК. Эту рекомендацию поддержали Ассоциация национальных олимпийских комитетов, в которую с недавнего времени не входит ОКР, Ассоциация международных федераций по летним видам спорта, Ассоциация федераций по зимним видам, комиссия спортсменов МОК, а также Всемирное антидопинговое агентство. Но попытка сорвать таким образом игры будущего и предстоящие игры БРИКС ни у МОК, ни у кого-либо еще не получится. Сорвать игры будущего невозможно, потому что они к МОК и ВАДА не имеют никакого отношения, выразила свое мнение по этому поводу депутат Госдумы и олимпийская чемпионка Светлана Журова. Это новый формат соревнований. Желание же тех или иных спортсменов приезжать на такие соревнования – дело самих спортсменов и стран. Единственное, что они могут попробовать – это угрожать спортсменам. Но я боюсь, что это будет иметь обратный эффект, заявила Журова. Игры будущего собрали множество команд из 107 стран, и это говорит о том, что спортсменам со всего мира по барабану что там говорят в МОК. Вот такие новости, уважаемые подписчики нашего канала. Что вы думаете по этому поводу, приглашаем вас всех в комментарии, ведь мы уверены, что вам есть что сказать.